Итоги социально-экономического развития за 2015 год подвели в Урнарском районе. В серьезном обстоятельном разговоре о том, каких успехов добился муниципалитет, какие проблемы надо решать в первую очередь, принял участие глава республики Михаил Игнатьев. Лучше всего о результатах работы говорят цифры. Глава администрации Урнарского района сообщил, что социально-экономическое развитие территории в 2015 году характеризовалось ростом объемов сельхозпроизводства, увеличением объема отгруженных товаров. Консолидированный бюджет района исполнен почти на 600 миллионов рублей, что больше, чем в 2014 году. Руководству района необходимо эффективнее пополнять доходную часть муниципального бюджета. К примеру, задолженность перед районной казной по арендной плате накопила агрофирма «Колос». Долг превышает 2 миллиона рублей. Есть задолженность по платежам в бюджет и у завода «Сом». Глава республики поручил в кратчайшие строки разобраться в ситуации на этих предприятиях, чтобы понять, насколько они платежеспособны. На комиссии по недоимщикам рассмотрите с приглашением банкиров и так далее. Мы не должны там конфиденциальной информацией влезать, но мы должны представлять, что уже будет произойти. В районе уделяется большое внимание развитию социальной инфраструктуры. В этом году открывали в районе Трифапа непосредственно двух участников Михаила Васильевна открытия. Это через Шенеры и Янбахтина, Янышева. Я участвовал на общую сумму где-то 7,6 миллионов рублей. Открыли детский садик на 145 мест стоимостью 66,2 миллиона рублей. Уже сказано было строительство футбольного поля. Оно продолжится и в следующем году там не доделано. В 2015 году отремонтировано очень много дворовых территорий. Что касается профиля здоровья, то специалисты уже определили перечень заболеваний, профилактике которых надо уделять особое внимание. Еще одной причиной преждевременной смертности называют злоупотребление алкоголем. Зависимых надо лечить спортом, резюмировал Михаил Игнатьев. Тема активной занятости на селе прозвучала и на встрече главы Чувашии с молодежным активом района. Среди них фермеры, предприниматели, библиотекари, учителя. Анастасия Кириллова даже и не думала о профессии библиотекаря, но попав в библиотеку на практику, окунулась в эту жизнь всей душой. Очень люблю свою профессию, очень горжусь ею. Начинала в классном библиотекаре, сначала на панементе, потом читаемом в зале, затем я стала методистом, заведующей методическим отделом. И вот с прошлого года я работаю заведующей отделом детской литературы. Михаил Игнатьев выразил признательность молодым специалистам за верность профессии. С помощью таких активных молодых людей сделать сельскую жизнь комфортной. Вполне посильная задача, резюмировал глава Чувашии. Татьяна Молок, Водарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.